Всем привет дорогие друзья! Мы находимся на площадке нашего уже клиента, который приобрел вездеход, приобрел вездеход в свой прокат и хотел бы сразу вам озвучить тот момент, что прокат находится в Нижнем Новгороде, недалеко от нашего производства и по нашей договоренности мы всегда можем предоставить технику для тест-драйва в этом прокате и вы сможете ее всегда увидеть, она всегда будет в наличии, поэтому помимо наших новых моделей, которые будут на производстве, вы всегда сможете покататься, если даже не собираетесь приобрести вездеход и хотите испытать новые эмоции, новые ощущения, техника доступна для проката и будет дарить вам удовольствие. Я бы хотел пригласить в кадр к нам Александра. Александр это собственно владелец данного проката. Саш, привет! Привет! Всем привет! Познакомьтесь с нашими телезрителями. Саша это тот человек, который уже достаточно давно организовал прокат квадроциклов и снегоходов здесь у нас в Нижнем Новгороде на достаточно хорошей площадке в Стригино. Александр взял на себя, так сказать, смелость и реализовал возможность вам получать удовольствие. Поэтому, Саш, если не сложно, расскажи, в принципе, как это получилось так, что ты решил заняться, в принципе, прокатом. Ну, так сказать, людям хочется как-то где-то отдохнуть, провести активный образ какой-то жизни и, соответственно, решил попробовать взять несколько снегоходов и как-то запустить прокат. Людям это понравилось, так как в нашем городе очень мало кто-то занимается прокатом снегоходов и, соответственно, людям стало нравиться, они там передают информацию друзьям, знакомым и кончику развиваемся и, соответственно, люди спрашивают технику побольше, помощнее. Для тех, кому хочется побольше, мощнее, вот решили для теста взять вот такой вот монстр. Думаем зайдет клиентам, будет нравиться, может быть, еще возьмем пару штучек таких. Слушай, Саш, а ты давно вообще занимаешься же этим делом, я так полагаю? Ну, потому что квадроциклы, прокату я, в принципе, поскольку давно живу и увлекаюсь этой темой, ну, живу в Нижнем Новгороде, ребята, я еще молодой. Вот, в принципе, давно катаются ребята и это все ты, то есть уже несколько лет или сколько? Да, где-то порядка двух лет занимаемся этим делом. А в парке у тебя в основном какие? Какая техника? Да, в основном где-то примерно 200 кубов, ну, не сказать, что мощная, вот, и, в принципе, этого хватает. Ну, вот, говорю, некоторые спрашивают, что-то мощнее и поинтереснее. Парк порядка 12 единиц техники у нас. Это и снегоходов и квадроциклов? И снегоходы и квадроциклов, да. И тот и тот сезон? Ну, где-то порядка вот шесть снегоходов, шесть квадроциклов у нас в парке. Ага, понятно. Ну, и получается загрузка у тебя чуть ли не каждый день? Да, в основном получается вот выходные полноценная загрузка. Это прям вот все рейсы заняты, а по будням она поменьше, но по будням сделали скидочку 30 процентов на каждое. Кстати, ребята, получается по будням, а на наш вездеход тоже будет скидка по будням? Ну, я думаю, да. Отлично, значит, получается, что вы можете в любой будний день, а работаете по вечерам, до вечера или до какого-нибудь? Да, да, потому что некоторые люди хотят покататься не только днем, но и ночью. Ну, не ночью, а точнее вечером, да, когда уже темно, там и, соответственно, со светом, там интересно, то есть такой, ну, тоже кайф небольшой. Ну, кстати, напомню, комплектация стандарта, в ней достаточно много света, будет светло и все будет видно обязательно, поэтому приезжайте к Саше в прокат, телефончики все мы оставим в описании обязательно. Тебе понравилась техника? Начнем с этого и планируешь ли ты в будущем увеличивать штат техники подобного рода? Да, то есть вот мы пока вот три дня уже ее обкатываем сами, то есть самим очень нравится, но я думаю, если самим нравится, то и клиентам тоже это все зайдет. Подготавливаем трассы, то есть там уж у нас снегоходные маршруты более узкие, нам надо более широкие, то есть, соответственно, ну, то есть продумываем маршруты, чтобы можно было на таком аппарате ездить комфортно. Я правильно понял, ты будет у тебя инструктор, который будет водить технику и пассажирами будет выступать. Будешь ли ты пускать за руль по возможности, если это вообще возможно, клиентов своих, так сказать, чтобы они почувствовали, что это такое? Да, конечно, то есть все клиенты смогут покататься прямо за рулем. Перед тем, как кататься, инструктор проводит полностью инструктаж для безопасности и, соответственно, когда мы выезжаем, сначала инструктор показывает все, как ехать, потом клиент пересаживается и уже клиент едет сам, инструктор на подстраховке там что-то где-то подруливает, рулем может там, если мало ли что-то никуда, ну, не до поедет и, соответственно, то есть поездка... Но это не весь цикл проката, а какой-то маленький промежуток будет. Да, да, то есть вот до маршрута как раз тут буквально вот 300 метров. Ну, где будет достаточно, я так полагаю, безопасно. Мы сегодня с тобой еще обсуждали то, что, в принципе, сегодня будет еще кататься молодой человек с девушкой, да, я так полагаю. Мы, может быть, поснимаем? Да, да, без проблем. Если они будут не против, мы обязательно это снимем, чтобы посмотреть, как это, в принципе, происходит. Ты уже анонсировал, в принципе, там прайсы и так далее, когда будет доступна техника или пока сами еще привыкаете и, кстати, так сказал инструктор, а он раньше водил такую технику, как ему сложно было, несложно, быстро он к ней привык, небыстро. Инструктор, он, в принципе, прям вот буквально через 15 минут техникой уже смог как-то, ну, вот, обладать, хорошо рулить и, соответственно, ну, то есть к ней очень быстро привыкаешь. То есть здесь стоит гидроусилитель руля, он прям рулится намного легче, чем наши квадроциклы и снегоходы. Ну, я-то об этом знаю. Это надо сказать обязательно нашим зрителям. Хотелось бы отметить тот аспект, что это не первая техника, которая попадает в прокат и не первая техника, в принципе, которая будет в будущем в прокате. Хотел бы также сказать, что у тебя есть коллега, который приобрел такую технику и 4 единицы техники доступна в городе Пермь в прокате у Константина. Вы можете, также мы на него ссылочку, если ты не против, оставим. Это все равно другой город. И хотелось бы еще анонсировать то, что уже три вездехода находятся в работе и в ближайшем будущем будут отправлены в Архиз. Поэтому все, кто будет посещать такое туристическое достаточно интересное место, наполненное пейзажами и горной местности, то приезжайте туда, ищите нашу технику и катайтесь. Там тоже достаточно увлекательные туры будут. Поэтому тоже мы в будущем про это снимем ролик и расскажем вам про это. Почему именно Envex? Вот самый простой может быть в лоб, но почему именно так? Ну, я смотрел просто различных производителей. И именно здесь, когда я к вам приехал, посмотрел, здесь оказалось очень много усиленных узлов, которые, соответственно, дополнительно усиливаются. И вот прокатился, посмотрел. То есть из всех вот, что я смотрел аппаратов, это мне вот, так сказать, больше зашло и по надежности, и по комфортности езды. А еще какие аспекты? Ну, допустим, то, что пассажиров больше посадить и увезти. У тебя как техника именно? Будет за одного пассажира на технике или сама техника в аренде? Стоимость будет какая-то? То есть это как-то будет, скажем так, с точки зрения монетизации оправдано большее количество пассажиров или нет? Тут не будет никаких доплат там за пассажиров, то есть вот будет единица техники там за определенную цену, потому что, ну, так сказать, здесь можно сразу посадить много народу и, соответственно, то есть... Ну, то есть получается, что ты говоришь о том, что для большей компании это просто будет дешевле, то есть для каждого одного человека. То есть можно вчетвером поехать, втроем поехать. Ну, условно, я пока не знаю, какая будет стоимость. Кстати, это ребята твои приехали, да? Да, 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 да. Много шума навели. Ну, давайте мы посмотрим, какая техника у Саши есть в парке. Зрителям, я думаю, будет интересно посмотреть, на чем еще можно покататься и какая, в принципе, есть техника. Это Михаил, инструктор. Три, четыре, пять, шесть. Ну, боевые какие, рычат там. Вот это звери. Ну, рычат, рычат. Мы, конечно, тихие, мы не так рычим, но мы, если что, можем прямоток поставить. Кстати, да, вот очень хорошо, что он прям тихо едет, так сказать, как автомобиль. Да, да, да. Подкрался незаметно. Да, 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 да. Все стесняются, впечатлением после данной прогулки. Ну, вам понравилось? Понравилось. А вы в первый раз на снегоходе? В первый раз? Да. Ну, это было достаточно безопасно. Я смотрю, с вами еще ребенок. Который пищал от радости. И от скорости, да, Лер? Все понравилось? Да. Ну, вы, как думаете, стоит от того? И вы порекомендуете еще или нет? Конечно. Лучше, чем дома сидеть. Тем более в такой прекрасной погоде. Это точно. А у Саши появилась еще одна техника. Как вам, кстати, внешность? Внешность, конечно, внушает так это. Прокатиться бы теперь на ней. Осталось. Осталось. Так это все просто, на самом деле, Саша. У нас ведь доступно уже, получается, со следующей недели эта машина в прокате. Да, со следующей недели запускаем уже вот эту технику. И все желающие могут прокатиться за рулем этой техники, так сказать. Это, чтобы все было безопасно. Да, можно. Маршрут, он немножко будет измененный у нас, да. Потому что техника широкая. И, соответственно, он будет немножко измененный. Но будет интересно. Можно, соответственно, компанией до 4-5 человек на нем загрузиться. И поехать с музычкой через Bluetooth. Да, там сзади большой диван. Да, то есть, вчетвером будет комфортно вполне с инструктором за рулем. Плюс еще вас посадят на открытой местности, чтобы вы не боялись, не переживали. По сугробчикам, по кочкам вы обязательно приезжайте, покатайтесь. Там, наверное, его уже обкатывали, да, в полях? Ну, конечно. Тест-драйв, тест-драйв делали. Вот, у него проходимость где-то порядка метр снега, он прям проходит без проблем. Ну, и, соответственно, там, летом, осенью плавает. Даже по воде. Да. Так что, рассказывайте всем и приходите к нам. Спасибо вам огромное, что пришли. И мы рады, что у вас все отлично получилось покататься. Ага, да, до свидания. Ну, вот так вот это происходит. Пришли, покатались, кайфанули. Все довольны. Все с красными лицами, все довольны. Кстати, там какие-нибудь перекусы, чаепития. Да, мы на остановке, на середине, так сказать, маршрута останавливаемся, пьем горячий чай, отдыхаем, фотографируемся, соответственно. Ну, то есть, есть какие-то видовые точки на маршруте, где можно... Да, да, там прям открытый вет на реку, то есть, соответственно, очень хорошие, красивые виды. И, то есть, получается... Ну, что, летом будешь это самое, в болото людей катать, чтобы поплавать? Ну, это надо и маршрут такой еще экстрим делать, дополнительный, так сказать, для экстремалов. Мы поможем тебе, если что, его проложить. Да, подскажете хорошие места. Ну, мы тут уже обкатали достаточно много, и наши зрители видели. Мы, кстати, на самом деле находимся буквально недалеко от нашей локации, на которой мы часто снимаем, часто представляем вам технику. Это лес из... Стригина. Да, лес Стригина, в котором много дубов, сосен, елей, то есть, достаточно такие хорошие площадки. Поэтому, милости просим, как говорится, посмотреть, что это такое. Потестировать технику. Напомню, что обзор этой техники буквально недавно выходил на канале. Вы ссылочку Тема оставим, хорошо? Мы обязательно тогда, получается, сегодня выезжаем на маршрут, катаем, смотрим, как это вообще происходит. Возьмем интервью, надеюсь. Еще уже, получается, у первых клиентов, у твоих, которые приедут на этот вездеход прокатиться. Спасибо тебе огромное. Спасибо, что приобрел эту технику. В свою очередь, мы обязательно гарантируем, что техника, хоть она будет на тест-драйве, мы понимаем, что будет работать каждый день. На нее распространяется, естественно, полная гарантия. Полная гарантия один год. Поэтому, если какие-то вопросы, чего-то, если что-то там нужно проложить, тот же самый маршрут, более интересный, и ты сомневаешься, сможет ли техника или нет. Влад, наш тест-пилот, он всегда готов. Летчик-испытатель. Летчик-испытатель. Кодовый ремичкалов. Он всегда готов, мы с удовольствием приедем, покажем. Если надо будет покататься с несколькими техниками, мы только рады. Поэтому спасибо тебе еще раз огромное. Удачи тебе в бизнесе, удачи тебе в таком интересном деле, и надеюсь, что ты будешь только расширяться. Да, вам тоже спасибо за такую технику. Вам тоже хочется пожелать много клиентов довольных. Саша, привет. Привет. Ну, наконец-то вы доехали. Александр, я так полагаю, это ваш первый клиент? Да. Расскажись, сюрприз? Это сюрприз. Судя по эмоциям. Да, да, да. Это сюрприз. Человек, который никогда не видел такую технику в любую, ночью любит всякие интересные вещи. Ты почему так решил, что я... Видимо, он вас хорошо знает, лучше, чем вы. Вы, главное, дышите, а вас повезет Влад. Влад, иди сюда, мы тебя познакомим сразу с девушкой. Это Влад, вас как зовут? Алена. Алена. Александр. Вот вы сейчас поедете, доверьтесь ему, он умеет ее водить, вы не переживаете. Точно, да? Точно, сто процентов. Если вам захочется... Ты тоже поедешь, да? Вот, если вам захочется повизжать, вы визжите, не переживайте. Не переживайте. Если вам будет страшно, визжите громче, поедем быстрее. Вот. А если вы не уверены... Да. То у нас есть горячий чай, и не только чай. Я за рулем. Пожалуйста. Ну пойдемте, подойдем, он не кусается, реально. Саш, рассказывай, рассказывай, ты это придумал, и получается. Это сюрприз для того, чтобы человек увидел, что наши вот такие огромные штуки очень близко к нам. Не только их можно смотреть в YouTube, как люди покоряются, где-то катаются экстремалы. Но, оказывается, у нас в Нижнем Новгороде есть замечательная компания Envex, которая создает такие впечатляющие монстр-машины, на которых можно дотронуться, попробовать, покататься, и не нужно никуда ездить. Вы не боитесь, он мягенький. Смотрите, как он классно качается. Скажите, насколько вы в шоке? По десятибальной шкале от 1 до 10. Саша, все получается, все хорошо. Саша, все хорошо. Саша, все хорошо. Нам просто интересно. Вы можете дать нам интервью? Ох, здорово. Вы ты мне скажи, вот ты какого хрена куда полез? Давай, говори. Давай на камеру. Тёмас, рассказывай. Как Логан оказался внизу? Хорош. Нет, как вы реально там оказались, серьезно? А? Поехали рыбачить. Серьезно? На Логане? Туда? Там нет речки. Она там. Ну, слава богу, мы спасли, получается, что ли. Все хорошо? Конечно. Опоздали мы, Тём. Да. Может, заново? Нет. Рассказывайте. Рассказывайте, все ради вас. Как это так получилось, что вы ехали-ехали и нашли приключения? Да, мы ехали-ехали, мы покатались под мостом, это было вообще ужасно страшно и вообще невероятно круто, поэтому попросил, чтобы это сделали два раза. Вверх и вниз. Вот, а потом мы ехали сюда и увидели, что ребята застряли и вообще ни туда, ни сюда, и нужно было, конечно, спасать. То есть вы как Чип и Дэйл? Да, мы как Чип и Дэйл спешили на помощь. Ну, как Гаечка. Или как персонажа звать. Можно и так. И как, знаете, как игрушечную машинку на веревочке. Раз, потянули и все. Очень круто. Да, безумно вообще. Эмоции только положительные. Я даже не ожидала первое время, даже не могла сформулировать, ну, как бы вообще ощущения. Но они абсолютно позитивные. Это, ну, как бы самое вообще классное, мне кажется, времяпрепровождение. Вообще супер. А, теперь вам есть что рассказать? Я уже все сказала. Нет, я имею в виду, когда вас будет, когда вас очередной раз спросит, а что у вас было интересного? Да, нет, когда меня спросят, да, какой самый необычный подарок тебе дарили на день рождения, я, мне есть что рассказать. Спасибо, вы очень крутые, ребят, спасибо. Еще раз вас с днем рождения, мы вас еще догоним. Я не сомневаюсь. Это как любой трактор, когда ты там в такой парке, наоборот, сразу покупаешь, как слой или делаешь? Ну, вы и обратно, и туда, и обратно съездили. Да, причем мы так и решили все сделать сразу. All-inclusive. Влад, Влад, а вы в ямку ездили, нет? Не стали ехать в ямку? Ну, ладно, там у нас этот самый экскаватор, этот сам перегородил нас. Когда мы будем подниматься, да, что будет букс, да, потому что когда спускаться, понятно, что ты можешь выпустить, ну, не на тормозах, а накатом спуска. И стояли рыбаки, мы-то не видим, потому что у нас все закрыто. И рыбаки говорят, вы даже без букса поднялись. Хотя уклон, ну, бетонка, накатка и без букса. Мы сами не видели, это местные фишеры. Ну, да. Это, конечно, удивительно. Как было бы на пассажирке, когда вот это вот так вот ездить. Слушай, вот когда вот так вот, не страшно, когда вот так, вот здесь ездить. Но у нас потом Алена, она уже решилась, что она будет сама рулить. Вот это уже вышло. Она рулит, она стала уже на эту дамбу уже боком сначала маленький радиус. Потом уже освоила, что это уже большое радиус. Мы смотрим, третий раз уже будет такой критичный. Да, аккуратно, потому что уже там будет. Все освоилось и едет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Слушай, ощущение безграничности. То есть вот по дороге, ну мы все катаемся, но когда ты можешь в любой момент. Вот мы ехали просто, вssenктовом, какое-то поле, какой-то качкарник. Да, поехали. И вне зависимости, там какие-то деревья, еще что-то, ты просто съезжаешь. И ты едешь там, где вот тебе прямо здесь и сейчас хочется. Хочешь налево, хочешь направо, хочешь вниз, хочешь наверх. и вот когда ты едешь по неподготовленной трассе ощущение ну какого-то первопроходство это сложно добиться на самом деле в зимний период времени тем не менее вот мы посмотрели проехал крузак с каким-то моревым и ходами подвески да там он пытался вот то же самое же там сделать это едешь просто здесь кайфуешь понятно что пассажиры сзади они там не ложечек так подбрыгивают а когда ты посередине ну как на обычном квадроцикле да где вот это всем более что у тебя опыт есть ираула и машина и квадроцикл ты просто едешь кайфуешь ты никуда не торопишься ты абсолютно понимаешь что тебе нужно делать как тебе нужно делать можешь остановиться может подгазовать и в плане газа он очень понятен то есть ты не нужно тебе вот как на квадре бывает да вот разгазовать его куда-то просто спокойно держишь знаешь как на круиз-контроле вот держишь можно отпустить можно спокойно дать вот это вот послушная техника которая везет тебя туда куда тебе нужно решили уперлись мы там в тупичок посмотрели просто между деревьями да ну конечно не огромное но вот какие-то выбрали туннельчик и спокойно на нем проехали на обычной машине ты будешь либо с разгона это заходить как-то газовать смотреть какие-то ходы подвески здесь то просто потихонечку нажал в конце прибавил и ты выехал получается что ты едешь не ради того чтобы ехать а ты у тебя есть конечную цель до спокойно до нее добираешься делаешь там охота рыбалка или сам туризм непосредственно что ты едешь да и ты сосредотачиваешься непосредственно окружающим а не на том что ой мне сейчас я тут проеду или я не проеду самое интересное что особенно как вот сравнение с квадрами да и сравнение когда ты на трофейных машинах ездить по сложным местам ты всегда боишься что у тебя что-то сломается в сравнении с квадроциклами да мы с тобой уже говорили что слабое место это всегда полуоси ремни и вариаторы и так далее здесь ты ездишь ты не задумываешься о том что у тебя сейчас может что-то отломаться ты понимаешь что это полноценная коробка автомат с которой ну ничего не может случиться она едет она работает просто если она обслужена ну как она главное главное следить за техникой то есть напомню зрителям что ломается все на самом деле просто зависит от того как она обслужена если все обслужено то в принципе все будет в порядке и можно смело потому что это как с внедорожником да чем дальше заехал тем дальше идти за трактором да а на этой можно заехать так далеко что за трактором уже будет еще один такой аршил я тебе скидываю точку потом будете продавать вездеход по координатам продается там деньги на карту надо еще виновницу торжества спросить рассказывать у меня уже столько эмоций что я даже не знаю что сказать но абсолютно точно могу сказать что есть чувство какой-то вот действительно спокойствие и безопасности я тоже немножечко погоняла поезжала поматерилась чуть-чуть вот но управлять им было удобно и легко очень легко то есть но он как бы из себя представляет какой-то вообще огромную там гигант еще но на самом деле управлять абсолютно несложно и комфортно очень руль податливый мне очень понравилось вы сразу почувствовали габарит но не не очень сразу но нужны ли они я знаю одну маленькую тайну я так понял что это ведь подарок в ответ на подарок подарок ответ на подарок а какой был подарок полет на вертолете но вы чувствуете а вот на вертолете вы были ведь рядышком по-любому где было безопаснее приземленно здесь как будто на земле и тут там что-то я тоже первый раз но я не знаю нас вообще как бы вот возникла такая видимо идея подарков когда в принципе что самое классное можно подарить человеку да это какие-то эмоции ощущение ощущение там свободы радости жизни и вот такие эмоции они очень классные мне кажется что ребят отличная по моему традиция советую взять ее на вооружение потому что какие-то вещи деньги и так далее это все такое наживное и она всегда будет и а вот эмоции это вот очень важно дарите друг другу эмоции наслаждайтесь этими эмоциями а если есть возможность непосредственно достигнуть этих эмоций самостоятельно в любой момент в любое время вы знаете где у нас найти так что рад знакомству со взаимно будем дружить очень-очень рад я надеюсь что вам очень понравилось ивана вы так сказать расскажите кому-нибудь еще саша подходи к дахам на самом деле саша спасибо тебе огромное за то что так что понравилось спасибо вот вот саша это напомню что собственно директор компании по прокату в нижнем новгороде который приобрел этот вездеход у нас и вот благодаря именно этому человеку у вас получилось сделать то что подарить эти эмоции как сказать друг друга наверно обоим не сконструировали а другие дали возможность людям пощупать эту технику не нужно ее покупать в том формате когда вот ты хочешь получить эмоции выходного дня да ты можешь обратиться в компанию и почувствовать вот себя вездеходером полноценным а если ты уже втянулся но тогда это уже к тебе на индивидуальную постройку да и маршруты на алтай и маньку кунер и так далее а мы уже поход туда собираемся ребят саша еще раз тебе спасибо тоже вот так что до новых встреч ребята приезжайте в прокат обращайтесь к нам мы все расскажем все покажем ну и покатаем получается всем пока